Сначала с печенега надо отстреляться. Можем сразу движение с этого. Если хочешь, то вот туда можешь выйти, к этим столбам. Все, стрельба закончена. Все. Отстрелялись? Мы готовы, можем начинать. И что делать? Садитесь в машину, мы просто поговорим. Фотографии взяли? Фотографии забыл. Неохота было ехать и забирать там. Вы много фотографируете. Что это? Воспоминания? Воспоминания? Да нет, я как… По возможности фотографирую, как бы. Самые такие ситуации нештатные или критические, или, как сказать, интересные, можно. Руки заняты. Фотографируем или до, или после всех этих ситуаций в командировках. Поэтому у меня с Афгана фотографии немножко и так. Ну и есть штук 700. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 87-й год. Для вас начало службы и сразу Афганистан. Какая у вас была подготовка на тот момент? Подготовка у меня нормальная была. Просто я еще срочную, как бы, закончил. Пошел в училище. Вертолетное. Ускоренный выпуск. Ну, как ускоренный. Первый выпуск. Училище новое. Три года отпущили, все в Афган. Вот и все. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Если хочешь жить в пыли, поезжай в поле хумри. Если хочешь в поле взад, поезжай в жил-лабад. А если ты попал в газни, сам себя похорони. К 87-му году, когда вот наш поток пошел, немножко эта война уже поднадоела. Как-то все бестолку, все стреляют, что-то воюют. Непонятно для чего, зачем. Тем более потери там уже были. Помирать, не знаю, за что, не больно-то хотелось. Ничего, никому не хотелось, никаких подвигов уже. Год вот отбыть и домой. И как раз в этот период с боевого полка перевелся в бартехник. Такой крепенький парнишка, Толя Лебед. И попал как раз в нашу пару, Майданов-Кузнецов. И как-то вот тут общий разговор пошел, общая тема. Вот я хочу тут, сказал Майданов, выполнить долг, как учили. Надо же и показать себя. Флер романтики. Флер мушкетерства такого. Знаете ли, вот свежая струя, свежая волна. Что-то так мы там быстренько прославились. Буквально в первую неделю попался очень большой, мощный караван. Сразу там пошли звезды ордена, сразу трофеи. Вот. И Толя сказал, буду с вами только летать. Ну, мы работали с группами глубинной разведки, спецназ ГРУ. Это те, которым в мирное время боевая задача была проникать на территорию противника, уничтожать пусковые установки, там штабы. Потерь они практически не несли. Когда происходит десантирование, кто первый открывает, будем говорить, дверь? Естественно, портач. Естественно, открывает Толя. И если он остается на борту, то есть он стоит, он с ПКТ откидывает и стоит, прикрывает нас. Несвойственно для бортмеханика воскакивать и там группу или что-то делать. Это не его работа. Бегать в атаку – это категорически запрещено. Ну, Толя нарушал это регулярно, чем сильно нервировал командиров, которые с ним летали. У меня как-то был случай, они со вторым пилотом. Где-то услышали пулемет, который прижал к земле нашу группу. Они высохли, побежали вдвоем, окружили этого пулеметчика, забросали гранатами. Духи, услышав кипиш, послали подмогу, на них тут навалились душманы. Они бежать. Бегут, гранаты назад за себя бросают. Пока бросали наступательные РГДшки, которых там на 5 метров осколки летят, еще ладно. Они у них быстро кончились, и стали кидать чугунные оборонительные гранаты Ф-1, у которых на 200 метров летят осколки. И вот они бегут, эти гранаты бросают. Душманы, по-моему, просто были в шоке, потому что они ведь не попали. Просто не попали. Запрыгивают, довольный веселый вертолет. Полетели командир. Ну, конечно, в нашем формате тех слов не повторить, которые они от меня услышали. Спецназ сильно благодарил, потому что они пулеметное гнездо загасили. Смесь восхищения героизмом просто безумным и покрученным пальцем у виска. Вы что, ребята, вы молитву знаете, вы заговоренные, без бронежилетов, без ничего, бежите в атаку. Но вот его азарт боя превращал в другого человека. У него было негласное прозвище Рэмбо. Он и похож был. Но вот тот Рэмбо киношный, конечно, отдыхает и курит в сторонке по своей столе. С одним ножом ходил. Застрелить человека из снайперской винтовки ума много не надо. А это вот именно вот в ножи, в рукопашку, припнуть богинеты, с богом ребята, как кричал там Суворов. И вот он сам себя вылепил в такого голливудского героя. Вот он стал действительно голливудским героем. Вот можно фильм снимать, прям вот взять его жизнь и снять фильм. И будет такой блокбастер, он даже так и не придумает, как у него случилось. Потери нашего контингента в Ташкенте, в городе, были чуть ли не совпоставимы с потерями в Афганистане. То есть об этом нигде не писалось, не говорилось, что Ташкент – это дружба народов, это уважение к афганцам. На самом деле там много людей очень пропадало и убивали, и без памяти от удара по голове там находили, раздетых там, ограбленных и так далее. Кто-то с Афгана возвращает, все же с деньгами там, с чеками, туда-сюда там. Ну вот с нашим одним служивцем такая история приключилась. По голове там разделили, ограбили. Ну на опознание Толика отправили. Ну опознал все, ну раз уж он здесь, домой, что и хотел слетать заодно, пока он тут вырвался в Союз. Там билет покупал, познакомился с девушкой, с билетершей, по-моему. Это был ресторан города, аэропорт города Ташкента. Он обедал. К нам подошла официантка, мы сидели, ну молодые девушки сидели, обедали. И просто чисто впечатление, я говорю, первый раз встречаю военнослужащего, который заказывает в ресторане молоко. Что-то они вышли там на улицу, ля-ля-ля, его отзывают в сторонку, какие-то люди, на вид приветливые, брат, что-то там вопрос. Ну и все в кусты завели, там нож под ребра, давай все, сюда. Ну и в общем в ту же секунду или там в следующую секунду один из тяжелых черепно-мозговой травмой оказался, из нападающих бандитов, со сломанной челюстью, второй, по-моему, со сломанной рукой. Остальные как-то успели убежать, повезло им. И тут же как из-под земли милиция нарисовывается. Я не хочу сказать плохого ташкинскую милицию, но как-то так они сразу рядом оказались. Его скрутили, ну как, он же не будет бить милиционеров, он их мог расшвырять там, как детей, конечно. И пистолеты их не затолкать там, куда положено. Все, в клетку посадили, приходит тут же ему, уже с готовым обвинителем, вот вам 7 лет корячится за несение тяжких телесных, есть визитские показания, что вы напали на людей, на почву там какой-то ненависти, сумасшисти, избили, вот уже сняли побои и так далее. Один человек в тяжелом состоянии лежит, 7 лет. Ну и все, что делать, куда деваться. И тут мужчина появляется. Он какой-то КГБшник или милиционер, там серьезный чин в Ташкенте был. Его пускают, оказывается, отец этой девушки. Женись. Анатолий, 90-е годы, развал страны, развал армии. Как вы к этому относились? Да черт его знает. Мы как служили, так и служили. Вы обращали внимание на то, что происходит в политике? В политике нет. Стараюсь не обращать. Сейчас, может быть. Потому что и то обращаешь на то, где, может, начнется какой конфликт. Или начался. Или как проходит этот конфликт. И все. Это было очень трудное время. К тому времени у него уже было 4 боевых ордена за 2 командировки в Афган. И он попадает под сокращение. Вот это время, конечно, было очень трудно в материальном плане. Потому что с работой практически невозможно было устроиться. И надо было платить просто за комнату. Он нашел контакт с одним из своих однополчан, которым он служил в вертолетном полку и был во второй командировке в Афгане. И пошел, ему предложили работу в фонде ветеранов Афганистана. Я как-то прихожу в свой офис, вот такой, утром. Смотрю, сидит Толя. Примерно такое же время, зима, в шапочке в такой. Глаза печальные, печальные. Такие, как у собаки. Такие печальные глаза. Я говорю, Толя, обнялись мы с ним. Что случилось-то? Он говорит, Воик, работа нужна. Говорит, чем я только не занимался. И попадались и коммерсанты там определенные. Говорят, Афганец, давай расскажи, как пластид куда заложить, как что поставить, как взрыватель сделать. Ну, я ушел из этой компании. Стал заниматься перегонять автомобили. Ездил в Германию. И вот он говорит, едем мы как-то. Пересекли границу. Что-то у меня с машиной случилось. Я открыл капот, начал что-то там ремонтировать с отверткой. И тут смотрю, ствол такой мне в голову. Значит, так говорит, отдавай ключи и шуруй отсюда. Чтобы мы тебя больше не видели. Анатолий развернул сразу отверткой одному в глаз. Выхватил на него пистолет. Ну, и остальные все, скажем, разбежались там, ребята. Вот он сел на автомобиль и выполнил свою коммерческую задачу. Догнал до хозяина, так сказать. Ну, а тогда был период, все как в стае сбивались, как волки все. Все шли куда? К афганцам. Только движение наше пошло. Найди мне, как говорится, есть какая-нибудь работа. Я говорю, слушай, Толя, у нас был рыночек небольшой. Ну, тут ты видишь, все кто торгует, все кто продает. Специальностей мало. Водитель, ну и охранник. Будь моим, давай охранникам. У нас деньги есть, так сказать, с рынка получаем. Он работал охранником, я водителем. Мы, собственно, с ним были одним экипажем. В начале работы все казалось радужным. Но по мере того, как он окунался в работу и в общении с людьми, он, я так понимаю, что начал разочаровываться. Идем мы как-то по рынку афганец в Кузьминках. Смотрю, его зашиворот милиционер хватает. И говорит, так, парень, иди сюда, твои документы там. Он говорит, да вот, пожалуйста, значит, имей в виду, я, значит, здесь главный, чтобы я тебя тут не видел, значит. Он говорит, да что я тут сделал-то? Я же, извините, я же это сам. Он говорит, ты понял, что я сказал? Ну, у Толи все кипит, еще немножко этого сержанта бы офигачили. Он не привык к такому обращению. Он за родину воевал, он все время презирал хамство, грубость там, лизоблюдство, цинизм. А тут он с этим встречается. Почему он? Кавалер трех орденов, красные звезды, к нему должны так обращаться. Вот вид у него такой не понравился. Он, я так понимаю, что не нашел того, чего искал, разочаровался и решил просто сменить род деятельности. Тем более, что появился повод. Очень близкий ему эта война. Все-таки Югославия была на тот период как бы братской страной. Но он говорил честно, что еду за Югославов. 98-й год. Война в Югославии. Вы уезжаете туда добровольцем. Почему? И то же самое примерно, как вот у нас на улице где-нибудь, да, в городе или еще где-то. Идешь мимо. Кого-то забивают. Ты сначала думаешь, кого там забивают, а никого, да? Ты же не думаешь, например, кого там забивают. Нет, кто-то может пройти, конечно, придумать себе 10 причин. Правильно? А если прошел, считай, что все. А я вот не могу. Я поехал в посольство Сербии. Вот, вышел консул ихний, вот он сел. Я ему объяснил о своей решимости и сказал ему дословно вот так. Или мне дадите визу, чтобы я легально поехал, или я своими методами, которые только я знаю, добираться буду. Это он мне молча смотрел в глаза минут 20, потом разу принесли, ударили визу в паспорт. По пути мы ехали в разных вагонах, в вагонах с Анатолием Лебедем. То есть мы даже не знали, что мы в одном поезде. Вот. Я в генеральный штаб, потом меня перебросили в сборный пункт, где мы встретились. Тут мы организовали тот наш отряд, знаменитый. Я пошел получать форму, и Толик посмотрел на меня, говорит, блин, что ты так долго добирался? Я говорю, елки-палки, я подожди, а где ты меня видел? Господь, а что не подошел? Я его не видел. Он меня видел, там заметил. И вот так мы с ними, как будто всю жизнь знакомые были. Странно. В 99-м году я впервые встретился с темой русские добровольцы. Люди в эти отряды подбирались стихийно по разным причинам, признакам. Они были абсолютно разные. От ярко выраженных идеалистов, мечтающих о мире добра и справедливости, людей, прошедших Афганистан и не знавшие себе иного применения, как воевать. Там были люди с криминальным прошлым. Там разные были люди. Но что творилось в годы войны на территории сербской краины и республики сербской, эта тема тоже отдельная. К примеру, есть такой город, он под международным протекторатом Брычка. Был такой, да он и сейчас, наверное, есть, мясокомбинат. Хорватские националисты бросали, в промышленной мясорубке бросали живых людей. Можете себе представить, что это такое? Любимая поговорка сербов была «Нас с Россией 200 миллионов». А потом начались бомбежки НАТО. Россия выразила свой протест. Примаков полетел через Атлантику. Но ситуация изменилась. Примаков развернулся над океаном и вернулся обратно. И сербы сказали «Нас Россия продала». Югославы по инерции продолжали придерживаться социалистической направленности и ввели независимую для себя политику. Американцам и НАТО требовалась болевая точка на Балканах, точка конфликта, благодаря которому, по теории организованного хаоса, они могли диктовать условия всей Европе. Это был пробный шар Югославии. Как лидер движения «Неприсоединение», на ней обкатывались технологии уничтожения государства, если оно не угодно, из-за океана. Мы понимали, что Югославия – это вчера, Чечня – это сегодня, и один Господь ведает, что будет завтра. Тогда это действительно было под вопросом, сохраним ли мы страну. И для меня, как для православного священника, совершенно понятно было, что следующим будет Уфа или Казань, если здесь не остановим. Мы были чем-то, как санитарный рот, закрывали дырки в границе. Как только где-то что-то, нас посылают туда, и все, через полчаса все нормально. Толик мог заметить вещи, которые являются необыкновенными в определенной ситуации. Мы в лесу остановились во время задания. Минут через 15 подзывает меня, Альберт говорит, посмотри вот туда, там что-то интересное. Вот я посмотрел, перед нами стоящая кромка леса была зеленой, а одно дерево было желтым. Кто-то срезал что-то, замаскировал листья, наши засохли. Вот я пригляделся и увидел там 2-3 черные голубя внизу. Взял снайперскую винтовку и почистил все это. Нашел же Толик. Поэтому большинство ребят, которые были с Толей, до сих пор живы. У меня была возможность наблюдать за ним. Я видел, до какой степени он человек мира. Мало кто знает, каким он чувствительным. Он умел это скрывать под бронежилетом своим. Он был чувствительным. Просто маску холодную носил. Но глаза же смеялись. Глаза у него умели смеяться. Что было потом, после Югославии? Ну, а потом что там? Потом Дагестан начался. Чечня, 99-й опять. Вернулись все-таки в армию. Почему? Когда была всеобщая мобилизация у чеченцев, у боевиков. Если они уже, как бы, вообще не боятся. Метро взрывают, кинотеатры взрывают, правильно, электрички взрывают. А на какую должность пошли? Командиром разведгруппы? Ну, можно сказать, как командир. Старший головного дозора, замкомандира группы. Вот так. Головной дозор это глаза и уши всего коллектива, который за тобой, за спиной. Глаза и уши. Чутье. Я за Толей шел. И вторым, и третьим ходил за Толей. Всегда. И его чутье никогда не обманывало. Я очень хорошо помнил нашу первую боевую задачу. Мы заняли высоту, отбили ее у превосходящих на тот момент сил боевиков. Заняли круговую оборону. И я очень хорошо вижу картину, когда я лежу, держу свой определенный сектор стрельбы, и из тумана появляется навстречу мне Толе Лебедь, которая идет абсолютно спокойной, такой уверенной походкой, спокойной рукой показывая то, что это он обозначает себя, не боясь того, что кто-то выйдет или произведет очередь ему в спину. То есть в его действиях не было никакой суеты, страха, нервотрепки. То есть он своими действиями внушал абсолютную уверенность и спокойствие в состав всей группы. Толик, он мог проходить, допустим, участки местности, где, в принципе, по правилам нужно идти максимально осторожно, максимально бесшумно. Он мог взять максимальный темп и пройти этот участок, ну, может быть, немножко громко, может быть, немножко с уменьшенным вниманием, но все равно быстро и безопасно, потому что он чувствовал, что на данный момент здесь противника просто не будет. Когда артель наша немножко обманулась, снаряды 120-очки легли в 10 метрах от нас, от главного дозора и от группы, тогда, Толик, просто ложимся, падаем, ложится на нас. Я говорю, уходит Саша. Не-не-не, мимо пролетает. Саша Загайнов. Три человека в головнике мы были. Ложится. Падаем. Мы упали. Снаряд ложится в 10 метрах. Нас подкидывает на метра 2-3 от земли. От этого вот удара. Толя, спасибо. Трагедия псковских десантников, 6-я рота. Расскажите об их гибели. На самом деле, когда идет большая группа боевиков, которая около 2-х тысяч, как бы они выходили с Аргунского ущелья, им надо было на другую сторону гор выйти, чтобы раствориться в деревнях. Там и помощь нужна, и медикаменты, и питание, и вооружение. И когда вот внизу, так сказать, основные гор, есть место, где пройти, стоит рота одна. Что делать? Решили, как бы, наверное, договариваться, не получилось. Наша группа выводила псковичей, батальон выводила на высоту 14-10. Вывели и ушли на другую высоту. Был снегопад большой, действительно. Вертушки не могли действительно тоже подойти. И после уже суток, когда шел бой, мы ничем не могли помочь с этих высоток 6-й роте. Ничем совершенно. И по времени, и по количеству. спустя уже несколько часов поступило распоряжение изменить нам нашу боевую задачу и срочно экипироваться для возможного оказания помощи данной роте. Мы с Толей Лебедем шли впереди первые в головном дозоре и, собственно говоря, первые видели ту картину, которая открылась нашему взгляду. В одном месте они просто были складированы в такую кучу порядка десятка пятнадцати трупов. у каждого практически было либо горло перерезано в бойцов. Либо контрольный выстрел в голову. То есть наших ребят, даже будучи живых, добивали еще духи. Тогда у Толи что-то переклинило. Когда он увидел комбата, он схватился за тело. Я комбата здесь не оставлю. Тело он стал вытягивать просто. Его остановили. Толя, не нужно. Толя, оставь. Мы придем сюда. Мы вернули. Забрались все потом тело. Кто для вас противник? Есть личное отношение к врагу? Личного? Не, ничего личного. там все равно кто он там. Афганец, иранец, американец, может русский перебежчик. Все равно. И сейчас так же самое. Бандит взял оружие, все. Можно и не спрашивать, кто такой. Особенно вторая чеченская компания характеризовалась значительным количеством наемников. Славь всего мира. Анатолий не зря сказал, что лица везде одни и те же. Даже позывные переходили из Афганистана на Балканы и на Чечню. Даже у Анатолия позывной был такой же. По позывным друг друга и познавали. У меня были радисты, перехватчики, которые занимались радиоперехватом, слушали переговоры с опытом, которые по голосу узнавали абонента. Вот я с ним встречался два года назад, а я с этим на Балканах работал, а я там еще где-то. Группа Лебедя в бою уничтожала чернокожих и граждан Турции с документами. Очень много рабов. Значительное количество боевиков у Наунсо с Украины. Что им там делать? Были русские, принявшие ислам и его радикальную ветвь. Кстати, отличались крайней жестокостью. К сожалению, на Кавказе выросло целое поколение, которое русского языка не знает, но прекрасно обращается с автоматом и вырычатыми веществами. К сожалению. Когда с ними общаешься, удивляешься, почему они стали на этот путь. То есть не совсем они конченые люди. Как-то Толик даже сам сказал об этом, что, ну, слушай, хороший бот мог же быть великолепным там учителем. Я помню вот один из эпизодов, когда он проявлял величайшее милосердие к одному из захваченных, так будем говорить, плен бандитов. И когда ему задали вопрос, Толик, он же там вот такой-то, он говорил, нет, нет, он враг, который у нас в плену. Отнестись к нему так, как ты хотел бы, чтобы тебе отнеслись, если ты, дай бог, попадешь завтра в плен к его подельникам. Сколько у вас ранений? Ну, за Чечню двое. Два ранения. А вообще? А вообще? Ну, уже за пять. Тяжелое? Да нет, тяжелое только, я считаю, что как бы который вот в Бурденко лежал в 2003 году. Ага. Да. Подавляющее число операций, которые делали, это по поводу взрывов на подрывах на вот этих пехотных фугасных минах. Очень много ампутаций, порядка в день, наверное, 5-6, а то и 12-20. А то эти годы. У лебедя произошел контакт стопы с миной на уровне пальцев, можно сказать, что привело к тому, что стопа оказалась разрушена частично. Второй раз его привезли с такими множественными ранениями, осколочными, в общем-то, не представляющими угрозой для жизни. Колоритная встреча, потому что привозят человека, среди многих других раненых он не один поступал, и он очень сильно отличался от остальных, он был опрятен. Несмотря на то, что получил ранения, у него была боевая раскраска на лице, он был с бородкой, аккуратный такой. Это было после того, как у него уже часть ступни была ампутирована. И когда его привезли, я не видел сам, это мне сказал врач, когда я его уже забрал. Подполковник, а у нас там все сумасшедшие такие? Я смысл сумасшедшие. Ну, я ему полгода назад ампутировался, я ступни. Я. Прошло полгода, он опять в госпитале, опять у меня на операционном штате, опять я его вытаскиваю, эти осколки со спины. Ну, я говорю, ну, что, солдаты такие, рабы, слыхают, человек такой прежде всего. Мне был интересен результат своего творчества прошлого. Во-вторых, он меня узнал. Мы с ним пообщались на эту тему. Он мне высказал ряд претензий по операции, что вот задний лоск надо было делать больше, потому что он мешает носить обувь и трет рубец теперь. Не помню точно, по-моему, все-таки он говорил, что он этим протезом наступал на мину, и процесс у него развалился, он у него замотал скотчем, примотал к стопе и вот дальше продолжал пользоваться. Мама узнала, получается, спустя год, что у Толи протез. Он просто вот, ну, маму встретили, привели, посадили, он ходил, она спрашивает, что ты прихрамываешь? Носок был одет. Он говорит, мама, ну, ничего там, так, потом, потом, ну, мама с дороги же. А когда вот уже вечером снимал себя, брюки спортивные, мама увидела. Она, конечно, заплакала, но он говорит, мама, а что ты плачешь? Ты же с самого начала не заметила. Все же нормально. Я же такой, как и был. Герой России, вы за что получили? Ну, наверное, надоело ордена давать, наверное, сказали, что хвай слишком много. Решили, звезды удастся. Пришло разведдонесение о бое, который состоялся в январе четвертого года. Разведдонесение вызвало неоднозначную реакцию и удивление. Меня поразило несоответствие звания и возраста офицера. Мы были практически ровесниками, но он был старшим лейтенантом. События, которые были описаны в этом донесении, на мой взгляд, были из области очевидного невероятного. Я был командирован в пункт временной дислокации нашего сводного отряда в Чечню. Разобраться и дать личностную характеристику старшего лейтенанта Леви. Была оперативная информация, что в районе Симмельтазина находится база боевиков и так далее, и что должны провести сбор и совещание, расширенное совещание. Искали не только мы, там много туда групп летали, не получилось. А он пошел с группой и в головном дозоре четко вышли туда. Но вышли, правда, неожиданно, практически нос к носу и сходу ступили в бой. Лебедь, который шел всегда первым, он всегда на протяжении всей службы ходил только первым. Он замечает в окопе двух боевиков с пулеметом. Лебедь принимает единственное верное решение. Он огнем из стрелкового оружия уничтожает этот расчет и огнем продолжает поражать противника. В некотором отдалении метров 10-15 оказался замаскированный бункер. Дверь бункера откидывается, оттуда она начинает выскакивать боевики. Анатолий вместе со своим помощником вторым дозорным огнем поражает отходящего противника и всаживает в открытую дверь несколько гранат из гранатомета. Боевики отходят, бросая все. Я не помню количество потерь боевиков, но где-то в пределах 80 человек там легло сразу. за имеющееся время, это практически 5-10 минут, группа собрала оставшиеся блиндажи. В первую очередь документы, карты, схемы, переговорные таблицы, средства связи, то есть то, что имеет ценность для разведчика. В моей практике никогда не было, чтобы дозорный самостоятельно принимал решение и начинал бой. Его задача разведать и доложить. Если бы он это сделал по уставу положено, группа бы легла. А учитывая то, что сам Анатолий практически инвалид второй группы и на протезе, это вызвало еще большее удивление. было принято решение о представлении старшего лейтенанта Лебедя к высокому званию Герои Российской Федерации. А вот начальство, оно всегда право? Мы пытаемся иногда доказать, убедить, в общем-то. Бывают ситуации разные, находим компромисс решение более-менее нормально. Поставить израильскую машину огромная, здоровая, бешеной цены. Митя Анатольевич Медведеву говорит, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Да, Толик, он его знал. Нет, товарищ Мист, это говно. То есть, он то, что думал, то и говорил, нельзя, вы, если хотите кого-то показать, не показывайте этих людей. Возьмите плюшок какого-нибудь, он нам рассказку расскажет, как все хорошо, правый глаз руководителя, ухо, но если это зависит от солдатской жизни, да, то есть, ну, как бы тут, ребята, извините, тут деньгами она не имеется и интересами, считаями. Вы либо принимаете наши услуги, либо посадите своих детей и отправьте в зону боевых действий, если вы считаете, что эта техника очень хорошая. Когда ему вручили звезду героя и ему вручал Владимир Владимирович и сказал, что это самое, ну, спросил, как там дела, а он квартиры не имел, все должна быть квартира, понимаете, президент, я понимаю, что он не может, он поставил задачу, но она там затянулась при другой встрече в Кремле, он так и сказал, говорит, это что, на новостиве не могу пригласить вас, господин президент, потому что ваши слова, хуже относятся чем-то к любому там прапорщику и так далее, такие выражения, все, не стесняет, всем пот настало, мне лично пот настало, когда он верховного главного командующего так сказал, ну, ему прощалось это. Абсолютно никогда не стеснялся авторитетов, кем бы он ни говорил, уж я лично присутствовал, как он разговаривал там с министром обороны, с президентом страны, что он думал, то и говорил, дорогого стоило. Он когда награды вручали, он мог сказать, за свою тупость вручайте мне орден такой, хотя развалили армию, а теперь это так позволяйте кому-то что угодно, позволяйте той Саакашвили так делать это с чё-то. Он так и говорил, понимаете. Анатолий, боевые действия на чужой территории, не на родине, есть разница? Тоже без разницы. Главная задача, если начнешь о глобальном думать, то забудешь про тех, с кем выполняешь задачу, 10-15 человек, правильно? Вот это и есть как бы родина. Задача одна была принудить Грузии к миру. Как ее можно принудить? Чтобы руководство дало команду и больше она так не делает. Вообще население оно настолько запугано было тогдашним режимом, они нас просто панически боялись, причем неоправданно. Мы становились в магазина, чтобы купить хлеба. Одному из своих замов говорю, купи хлеба на всех. Он заходит, что-то там долго возится, выносит хлеб. Я говорю, что так долго? Да ужас какой-то. Первое, что сказала продавщица, меня увидев, не убивайте меня. Никто вас убивать не будет, хлеб продайте, так все забирайте. Да не надо так, за деньги отдайте. Вот за деньги они у них приобрели, а так люди, конечно, я считаю, что нормально к нам приносились. Информационная война была не в нашу сторону, однозначно не в нашу сторону. В районе населенного пункта Поти получился боевой эпизод. Разведданных не было, никаких есть там противник, нет. И же где-то казалось, что уже наоборот больше к развязке дело шло. Но там оказалось вот эти 22 грузинских спецназовцев. И получилось так, что техника остановилась с людьми на броне на небольшой площади. Ну и если бы, конечно, грузины хотели отработать, в принципе, у нас были бы значительные потери. Вот здесь-то как раз была ситуация, когда Толя никто не назначал. Он сам вышел в БТР, сошел и вызвал старшего. Кто старший ко мне? Ну что, все, мы приехали, давайте сдавайтесь. Вашем сопротивлении бесполезно. Тыкал ему автоматом живот. Ну, тот проявил слабость. Это увидели слабость его подчиненной. И в итоге уже дотло до того, что наши разведчики уже подползали к лежащим к бою к изготовке грузинам. Время, ну что, встаем, поддаем оружию. 50% успеха в том, что его действия дали возможность людям развернуться. Он вышел один, хотя мог просто, знаете, как вот на обратную сторону БТР раскатился бы, там, отсиделся там или еще что-то, или подать команду там, к бою, там, и спровоцировать конкретно вот этот огневой контакт, который был невыгоден для нашей страны. Это его заслуга. Это был подвиг. Десантик, это, конечно, как бы хорошо, но это не обязательно голубой берет и тельняшка. Надо еще, как бы, чтобы в голове что-то было. Вот после всех событий, когда он опять внимание командования обратило на его действия, он был награжден вторым Георгиевским крестом, в верхах состоялось решение о выдвижении Анатолия на высшую должность. Ему в личной беседе с начальником генерального штаба была предложена должность начальника военной базы на территории Южной Осетии. Чтобы было понятно, командир базы это генеральская должность. Анатолий выслушал предложение, спокойно и аргументированно отказался. Он сказал, что это не его. Получается, что вы всю жизнь на передовой. Может, пора уже стать штабным работником? Штабным? Да я уже штабным, наверное, не был и не получится. Станьте полковником, потом генералом. Да, все это, все это ерунда. Погоны скидки не дают при выполнении боевой задачи. У вас есть друзья, с которыми вы с самого начала? Есть, конечно, в командировке, с кем вот ездить. Ездите постоянно одной командой? Не постоянно. Народ приходит, меняется. Некоторые выходят выше, потом еще некоторые ранения получают, некоторые еще хуже. В общем-то. А вы боитесь смерти? Я опасаюсь, чтобы с другим это не случилось. Вот это главное. Толя скупно друзей, у него друзей нет и не было практически друзей, кроме как наша группа. Если человек не нравится Анатолию, он привет, привет и никаких слов. Он человека видит. И не просто видит, он пронизывает, как сканер какой-то, понимаете? Он видит, вот этот человек, это человек. А вот это, ну, скажем так, отстой. Дружить он умел, но по-своему. Он как-то требовательно относился, считал, что если у него друг, он должен относиться к каким-то вещам, к жизни, так же, как он. Если не так, как он, то он как-то это убирал, отметал, он считал, что значит, это не тот человек. Он достаточно сложный человек при всем. Действительно очень сложный человек. Он мог и обидеть, в общем-то. Сам обидеться. И где-то, может быть, не всегда справедливо, просто я не хочу вот здесь об этом говорить, потому что, ну, мы все не идеальны, в общем-то. Что-то мне сложилось впечатление, что это такой суровый человек. На самом деле, он достаточно с хорошим юмором был. Действительно, с хорошим юмором. Может быть, кстати, он этим и сам себя тоже отвлекал от всего мрачного. Мне, например, музыка помогала. Вот он со своей собачкой. В Хатуни вышли на операцию, и потом он нашел щенка. Маленького щенка. И забрал с собой, потому что он маленький, беззащитный. Привел в палатку. Но если бы кто-то другой принес, бы никогда не разрешили, там бы было. Он принес, ну, побурчали, побурчали, осталось. Паштетом назвали, знаете, почему? Потому что есть вот сухпая Паштет. Он его ел с такой силой, что просто дурит. Вот его из-за этого Паштетом и назвали. Я когда спрашивал, говорю, Толя, что ты все время к собакам-то прилипаешь? Она говорит, ты понимаешь, мне будет с ними проще. Я вот посмотрю в глаза, вот, и я знаю, что меня никогда мой друг меня не предаст. Он мне как-то один раз в разговоре сказал, все мои друзья, говорит, уже там. То есть для себя он решил, что он как-то задержался здесь. Он мне так и сказал, все мои друзья уже там. В Москве в ДТП погиб подполковник воздушно-десантных войск, герой России Анатолий Лебедь. Он разбился на мотоцикле, по предварительным данным, врезался в бордюр и вылетел на дорогу. От полученных травм скончался на месте. Полицейский берет телефон, на дороге, который выпал у Анатолия во время падения с мотоцикла и открывает, там брат убит. Брат звонит, попадает мне. Брат погиб. Мы много раз анализировали и думали и очень первоначально очень сильно как-то были взбудоражены все, думали, из-за чего разбился на мотоцикле. Может быть, там есть след с одной стороны, там, афганский, чеченский и так далее, потому что его действительно, его и враги хорошо знали. Есть какие-то там нюансы, которые следствие не раскрыло. Есть. Буквально через неделю на моем мотоцикле кто-то открутил передние тормоза, а для спортбайка это смерть. Я уже начал это все увязывать. Может быть, кто-то решил таким образом устранять разведчиков спецназа ВДВ. Но потом экспертиза показала, что причина была другая. Человек готовился для продолжения службы. У него была проблема сердца. И он, скрыв от всех, узнали о том, что он сделал операцию только когда он погиб. Он себе клапан на сердце поставил. Когда установили, все нормально, операция прошла хорошо. Но одна маленькая вещь, от которой тоже никуда не денешься, он должен, ну, как-то себя немножко нужно там три-четыре месяца, полгода поберечь спокойно. Ну, военный, он привык к ранениям, ко всему. Он не считал, что это столь важно. Я ему еще когда сказал, Толя, побереги себя, он сказал, беречь себя, не уважать других, сослужиться своих. Должен быть какой-то предел, где-то черта, где можно остановиться. И нужно. Но Толика как-то, видите, с этим не получалось. Просто с годами понимаешь то, что и с командировками, что надо делать больше и лучше, потому что жизнь не такая длинная. Для этого надо спешить, делать, помогать. Субтитры создавал DimaTorzok мы разговаривали, как обычно, за кусочками жареного мяса. Они любили, когда я мясо жарил, а я обычно вокруг камня разводил огонь, и на горячем камне куски мяса тут жарил. И вот так мы разговаривали, и он как-то занесся куда-то. Я говорю, о чем ты думаешь? Он тогда мне рассказал, что у него мечта купить Харле. Я говорю, а что это за Харлей? Говорит, мотоцикл. Ну ты любишь мотоцикл? Он говорит, да. Вот это была его неожиданная любовь к мотоциклу. Что он в них любил говорить свободу. Свободу. Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ КОНЕЦ